Когда я жил в Дрездене, то особо сталкиваться с гомофобией было сложно, потому что у меня не было партнера, с кем я мог бы ходить по улицам и открыто это проявлять. Я работал в ЛГБТ-организации, мы проводили всякие мастер-классы в школах и занятия проводили. Это все было закрыто. Гей прайд, конечно, я ходил на ЦСД в Дрездене, но это тоже было закрытое мероприятие, где все свои и сложно испытать гомофобию. В Берлине все поменялось. Тогда, когда у меня появился партнер, начали было все романтично, мне было наплевать, я хотел открыто показывать это все и наконец-то, чтобы люди это видели. Это было очень классно, я ничего не боялся. Но через некоторое время появились страхи. У нас был первый опыт дискриминации. Когда мы вышли на подзамоплац, в центре города нас плюнул молодой человек, неважно откуда он родом, какого он происхождения, но он живет в Германии. Мой парень был очень агрессивным, он хотел сразу разбираться, а я сначала вообще не понял, что происходит. Я этого не ожидал, как это возможно в центре города, так открыто, это было очень удивительно для меня. И потом понимаю, что этот город прекрасен, но он не идеален. Я 4 года работаю в области миграции и беженства. На первой работе я более-менее не скрывал, но я никому открыто не говорил. А сейчас на работе я вообще полностью забыл, это опозированная тема. Я не хочу насильственно, как бы, заставлять людей сразу меня принимать, толерантность показывать, как бы, мне кажется, это, 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 как бы, неправильно. С тех пор, как я работаю с молодыми беженцами, я перестал ходить с моим парнем на улице, руку за руку. Потому что, как сейчас я их встречаю на улице, и я говорю, что, ой, давай сейчас лучше не надо, потому что сейчас они могут меня увидеть. Или лучше туда не ходить, там лучше не надо. Мы живем в Нойкёльне, как бы, мы реально боимся в Нойкёльне ходить руку за руку. Мы не боимся, в плане, что нас там, прям, будут бить и сбивать, а мы этого не боимся. Ну, какое-то презрение, потому что у нас там все мои, наши друзья, наш Петти, наши спирмакеты, как бы, это все арабско-турецкое, и все смеси, и балканцы там живут. То есть, как бы, на самом деле это круто и классно, но мы не хотим рисковать, как бы, и не хотим это показывать. Мы с моим партнером обычно не демонстрируем наши отношения на публике. Поэтому лично я не так много сталкивался с гомофобией. Но однажды мне все-таки пришлось с ней столкнуться именно в Гейдельберге, чего со мной никогда не случалось в Израиле. Тогда мы с мужем только переехали и искали жилье. Это было очень сложно. Я нашел квартиру, которая мне понравилась, но на мой запрос ответили, что ее снять нельзя. Я заподозрил, что виной тому мое семитское имя. Поэтому я подумал, что если запрос отправит мой муж, у которого типично немецкая фамилия, ответ будет другим. Так и случилось. Ему написали, что да, апартаменты свободны, но на этом все и остановилось. Предложение снять не последовало. Мы очень расстроились, но решили, что раз квартиру сдает агентство, мы можем туда сходить и поговорить лично. Мы так и поступили. Дверь офиса нам открыла женщина, внешне типичная немка. Она сердито посмотрела на нас и спросила, зачем мы пришли. Она была очень рассержена, так как мы заранее не назначили встречу. Тем не менее, она позволила нам войти. Мы объяснили ситуацию, что мы делали запрос на квартиру и получили ответ, что она свободна. Сейчас мы бы хотели посмотреть ее. Женщина ответила, что данная квартира подходит либо одному человеку, либо паре. Мы сказали, что мы и есть пара. На что она сказала, что имеет в виду нормальную пару. Мой муж был в шоке от таких слов. А я же был более или менее готов к такому ответу. Тогда я сказал, мы и есть нормальная пара, и нет причин отказывать нам в аренде квартиры. Женщина сказала, хорошо, но так решила не я, а владелец дома. Затем она позвонила ему, и мы не слышали разговор, но было очевидно, что владелец дома не видел никакой проблемы. Стало понятно, что проблема в ней. Я все время думаю о Германии начала 20-х годов. Это было самое толерантное место на планете. Трансгендеры, трансвеститы, геи и лесбиянки могли спокойно ходить по улицам, танцевать в клубах. Было гораздо больше свободы, чем сейчас. Затем наступили 30-е годы, и все очень быстро изменилось. Понимаете, даже в самом открытом и толерантном месте реальность может измениться в считанные секунды. И я напуган, я должен это признать. Я могу сказать, что охотнее был бы гражданином мира, чем гражданином какой-то конкретной страны. И раз Израиль становится не лучшей страной для представителей ЛГБТ, это касается и Германии. Я хотел бы уехать, я хочу иметь все возможности для выбора. Однажды в супермаркете я повстречалась с парнем. Он стоял в очереди передо мной. Я ничего не могу сказать о том, кто он и какой опыт имел за плечами. Мы с ним даже не разговаривали. Ему просто не понравилось, как я выгляжу. Свою неприязнь он выразил невербально, мимикой, жестами, сжатыми кулаками. В какой-то момент я почувствовала, что он закричит или даже вцепится в меня прямо в супермаркете, просто из-за моего внешнего вида. Точно не знаю, что это было, но я расценила это как гомофобию. Хотя бы потому, что я не похожа на гетеросексуальную женщину, не выгляжу женственно. Мне было действительно страшно, и это происходило в центре города. Когда я вижу в интернете или где угодно рассуждения из серии вроде «Почему мы выходим на улицы сейчас? Ведь все у нас замечательно. Зачем весь этот шум?» Меня это раздражает, ведь таким образом нас осуждают. Это, конечно, не направлено против меня лично, но направлено против нашего комьюнити. И это недопустимо. Это нехорошо. Я думаю, что в некоторых общинах еще существуют проблемы гомофобии. Возможно, потому что для некоторых представителей таких общин общение с гомо-, би- или транссексуальными людьми происходит впервые. Я думаю, что в процессе разговоров или общения уже становится понятно, что эти люди такие же, как и все остальные. Я думаю, что поскольку существует дискриминация и угнетение, важно активно участвовать в прайдах и других мероприятиях по борьбе за права ЛГБТ-людей и не допускать никакой дискриминации. В Санкт-Петербурге, например, есть проект под названием «Живая библиотека». Это когда люди с различной сексуальной самоидентификацией собираются в одно и то же время в одном и том же месте с теми, кто ничего не знает о разных типах самоидентификации, но готов знакомиться и задавать вопросы. Здесь рассказчики, как живые книги, из которых можно узнать много нового о них. И это могут быть действительно представители различных групп. Геи, ВИЧ-инфицированные, лесбиянки, трансгендеры, да кто угодно. Я думаю, этот проект действительно крут и интересен, ведь он объединяет людей и дает возможность тем, кто ничего не знает о жизни меньшинств в своей стране, узнать об этом больше. У меня девиз по жизни, начиная с моих арт-проектов, что все, что тебе приводит в бой, преврати в искусство или преврати в творчество. Я сделал перформанс, назывался «Культ тело» в Чехии. Я сидел в культурном пространстве, как греческая статуя, как символ красоты, и люди могли брить мое тело. Там был станок на полу, и люди могли брать этот станок и брить мое тело. То, что меня больше всего пугало и не нравилось, точнее, то, что людям не нравилось во мне, моя волосатость и мое нестандартное тело, маленькое, жирное, как они говорили. Я его перевернул просто в символ красоты, создать красоту на мне, на моем теле. Сделав этот первый перформанс, я понял, что все, я взлетаю, и я улетаю, и меня потом больше ничего не остановишь. Я жил полгода, 8 месяцев в Шотландии. Я делал перформанс на тему наркоты, потому что на том момент в Германии это была тема актуальная, когда ты ходишь на вечеринки и полностью погрязаешь у тебя наркоте. Я никогда в жизни не принимал наркотиков, и мне хотелось показать, например, ты можешь танцевать 8 часов без остановки, не кушая, не идти в туалет. Можешь просто танцевать под электронную музыку. Но самый главный проект, который поменял и жизнь мою, и общие отношения к проектам, и мою, ну не философию, но мою, как я работаю, как я отношусь и к тексту, и к телу, и к другим людям, это был проект «Севдэдэй» про свидание. У меня никогда не было отношений романтических, и я решил посвятить проект самому главному, моему в жизни, это вот отношениям, вот, и в течение целого года я ходил на секс-видание тысяча шестьдесят пять дней. Ты здесь подтвердился, понятное дело, что не только в Германии, но и по всему миру людям одиноко, на самом-то деле, вот. Есть эти секс-вечеринки, есть эти клубы, есть драквины, все это круто, красиво, вот, но это только одна часть, это маленькая часть гей-жизни, на самом-то деле, вот. Ты думаешь, что ты находишься, как бы, в своей комьюнити, в своей сообщества, как бы, понятное дело, что иногда, если ты делаешь речь о сексе, то, как бы, там, там, коротко, все быстро, и никто даже не обращает внимания на тебя, но все равно, даже там, как бы, есть такие выражения, типа, там, а, ты, типа, ты азиат, или ты черный, все, не хочу общаться, а ты толстый, не хочу общаться, вот. А когда тебя унижают еще в личную, то есть, как бы, я, мне каждый раз приходилось тебе говорить, что, Миша, это просто проект, Миша, это просто проект, типа, не думай об этом. У меня даже, на самом-то деле, не было времени все это и понимать, осознавать, потому что каждый день новый человек, это вообще был взрыв мозга. То есть, на самом-то деле, я все разрушил социально в себе, вот, и после этого я начал делать проект про прикосновения, потому что я понял, что мне нужно восстановить эту систему и связь с людьми, и я начал коллекционировать все свои социальные и физические прикосновения с людьми, вот, и прийти снова к себе, прийти снова к другим людям, понимать, что все хорошо, что я настоящий, люди настоящие, вот, и это был долгий процесс, там, на протяжении двух лет. Вот, я написал первую книгу, это такая была документация своих прикосновений, называется Touch, по-английски прикосновения, вот, и я сейчас заканчиваю вторую книгу на тему социального прикосновения, вот, и это как-то мне помогло как-то это все более-менее осознать, переварить, как-то так все это, не знаю, может быть, даже как-то успокоиться, вот, и после этого я понял, что, ну, как бы, да, и отношения к моему телу, у меня начались отношения впервые в жизни, вот, как бы, я более-менее просто канился, вот, но все равно какие-то вещи, они остаются, может, не навсегда канят, но все равно как бы остаются в тебе. Если это когда-нибудь перестанет быть темой для дискуссий, если появится аргумент, который однозначно покажет, что все это нормально, когда не придется доказывать, что чужая сексуальная ориентация вообще имеет значение, вот это будет правильный путь к этой важной цели. А вот случится ли такое на самом деле? Если да, то, думаю, не скоро. Я считаю важным, что квир-комьюнити и церковные общины общаются и сотрудничают друг с другом, обмениваются опытом. Церковь должна оставаться тем местом, где геи, лесбиянки, бисексуалы чувствуют себя уютно, как дома. Люди должны видеть в церкви пристанище, где им всегда будет спокойно, где они могут общаться с Богом и другими людьми. Я бы хотел, чтобы однажды это стало реальностью. Берлин отличается тем, что он очень, он свободный, но он жестокий. То, что я всегда любил в Берлине, это везде возможно, это круизинг. Это потрясающее явление, когда ты можешь в публичных местах, как в этом парке, например, тоже есть свои определенные территории, где люди просто, круизинг означает бродить, изучать и находить партнеров в публичном месте для секса. Круизинг он-то есть, но он тоже превратился такой жестокий. Например, если ты идешь в Тергаттен, и попадаешь в этот круизинг, там люди в масках разукрашены, там есть территории, где просто люди лежат на теннисных столах, и там устраивается Гэнбэнк. То есть там, ну, это на самом деле для меня это театр, вот. Но Берлин этим-то и уникальным, что у всех своя ниша. В Дрездене такой, вроде бы были секс-клубы, вроде бы было все это, но очень как-то по-деревенски, как бы мне было очень тяжело. Гейдельберг в этом плане, деревня. Там не так много возможностей для ЛГБТ, в то время как Берлин в этом смысле считается райом. Но я слышал, что Гейдельберг становится все более открытым и толерантным. И я надеюсь, что так и есть. В конце концов, там невозможен иной путь развития, ведь это студенческий город, где, я уверен, есть геи и лесбиянки, и они должны быть свободны в своем праве на самовыражение и на проведение публичных мероприятий. И на то, чтобы вдохновлять молодежь в Гейдельберге и окрестностях, проявлять себя и быть теми, кто они есть, если они того желают. Мы поженились в Копенгагене. На данный момент наш брак рассматривается здесь только как партнерство, потому что он был сделан тогда, когда брака в Германии еще не было. И для того, чтобы нам его перевести в нормальные брачные отношения, мы должны пожениться. Соседительство о рождении детей не указано. То есть там указано, что мать жената, но не указано на ком. Например, супруга не значит соседительство о рождении ребенка никак. По немецкому закону, отец ребенка — это муж матери. То есть если мать на момент рождения ребенка состоит в браке, и даже неважно, с этим ли мужчиной она зачела этого ребенка или не с этим, этот мужчина ставится отцом. Но в случае с семьей из двух женщин это не работает. Насколько мы знаем, по немецкому закону, опять же, пока он не признал отцовство, все права имеет мать. Запретить ему общаться с детьми и т.д. и т.п. Но если он хочет признать отцовство, то он может обратиться в югендант. Да, ему дадут это право, право общаться с ребенком, для того, чтобы попробовать наладить с ним связь. И, соответственно, в будущем возможно признать отцовство. Везде мы рассматриваемся как семья и вообще никак-никак мать-одиночка. И, соответственно, в графе, если где-то нужно указывать, например, своих иждивенцев, мы обе указываем двух детей. Но по документам, да, мы являемся каждой матерью только одного ребенка. Пока что, пока мы не адаптировали обоих детей. По крайней мере, здесь, в евангелических церквях региона Берлина и Бранденбург, венчание однополых пар разрешено с июня. Нет, простите, с июля 2016 года. Сама процедура в точности повторяет венчание гетеросексуальных пар. Да, такой союз также возможен. Среди наших священников есть и гомосексуалы, и лесбиянки. Такие пары живут вместе, ведут общее хозяйство и возглавляют общины. Почему так? Это вопрос, скорее, к представителям католической церкви. Я могу лишь предполагать, строить догадки. И надеяться, что католическая церковь постепенно, маленькими шажочками, постепенно приближается к тому, чтобы со своей стороны разрешить однополые отношения. Думаю, что венчание разрешат очень нескоро. Но, возможно, отношение к гомосексуальным людям улучшится все же раньше. Но уж, если говорить честно, это должно было произойти уже давно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok